МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новины меньшины на нашем канале. У студии Ирина Смольская. Витаю вас и сегодня в выпуске. Быть на совете на меньшей неколькость полторных скаргал от Жихару в области снизилась Амалю-двоя у правнани с минулым годом. Существует возможность обращения на прямые телефонные линии, решение проблем на горячих линиях, спалдомах. Вортовники безпеки, Держаутоинспекция Минской области, рыхтуется отзначить свой 80-годовый юбилей. Мне по душе такая служба. Про ты, кто случится за парадком на дороге, сюжет Катярыны Сурмы. Посылка в минулого у дельники детячего археологичного летника на Стародорожчине зарабили уникальное открытие. Вот эта бутинка, она одна из самых крупных бутинок вообще в Беларуси. На меньшую неколькость полторных скаргал от Жихару в области снизилась Амалью-двоя у поравнания с минулым годом. У вогули-зворотов у Минабыл-Ваканкам стало меньше на 17%, у Урай-Ваканкамы на 10%. Меж тем и надалее будут приниматься меры по повышению эффективности работы со зворотами грамадян и юридичных особ. У Минабыл-Ваканкаме обмерковали реализацию потребований у директивы об дебюрократизации державных аппарата и повышении якости забесточения житедейности насельництва. И отзначили свой плён дае прав сагорадших и промых телефонных линий, а тому гэту практику протягнуть. Буде протягнута и контроль за реализацией принципу одного окна. Существует возможность обращения на прямые телефонные линии, решение проблем на горячих линиях посполкомов и других организаций. Поэтому я считаю, что снижение бюрократизма происходит именно по пути повышения доступности всех государственных органов для населения. Кроме того, мы говорим об исполнении административных процедур. Люди предоставляют минимум документов, необходимых для принятия решений, а возможность принятия решения осуществляется на основе многочисленных запросов, которые сами государственные органы направляют в другие органы и организации. Вопросы соблюдения законодательства об обращении граждан второй директивы президента находятся на постоянном контроле. Буквально за первый квартал текущего года проведена 21 такая проверка в государственных органах и исполкомах. По результатам каждой проверки практически выявлено нарушение, приняты меры прокурорского реагирования. В частности, внесено 21 представление, 7 предписаний, 7 должностных лиц официально предупреждены о недопустимости нарушения законодательства. 25 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 6 к административных. До надзвычайных здарений у жудесной авары в Смолевицком районе есть загинувшие коля везки до машаны. Водитель иншамарки, рухающийся в бок Минска, выехал на полосу сустречного руху и сутыкнулся с маршруткой. У вынеку дорожно-транспортного здарения керутся легкового ауто от отрыманных травм загинул на месцы. Водитель маршрутного такси и пятеро пассажиров шпитализованы. По факте ДТЗ проводится проверка. Вызначено, что загинувшие неодноразово притягиваются до администрационной отказности за порушение правила у дорожного руху. Четыре разы за порушение худкосного режима. Где схаваться от спякоты, поплавать и комфортно отпачить? Журналисты Минской правды взяли с собой купальники и отправились на пляжи Миншины, как своим продузятым позеркам оценить летний сервис для воды. На вошту в Солигорску переорали придарежную зону. Забязпечу, что тем самым отпочивающим земляный пыл и бугры. И чему у Дзержинском районе, у центра зоны отпочинку, чутны сумнивны водоросметься. Подробязности пресс-мониторинга пляжа у Центрального района читайте у субботнем номер газеты. Вартовники безопасности Дзержаутоинспекция Минской области рыхтуется означать свой 80-й годовый юбилей. Святочные урочистости пройдут 3-го червеня и протягнутся на наступном тыдне. Запланованный парад ретро-техники у тем лику глядачы убачить и первый мотоцикл, на яким патрулявали дороги в улице инспекторы у 60-х годах минулого 100-годя. Продуть показальные выступления супрацовника УДАИ. Глядацей проведуть тематичные экскурсии, подчас яких можно будет ближе познайомиться с тековой службой инспектора УДПС. И вядома, у центра уваги будет ты, кто каждый день сочет за парадком на дороге. Сюжет Катярины Сурмы. Старший лейтенант милиции Мухин, передайте, пожалуйста, для проверки ваших регистрационных документов. Гэту фразу старший лейтенант Андрей Мухин говорит о мальшту дня, вось уже 4 годы запар, что станет инспектором ДАИ, ведал еще с дятинства. У его семьи склалась и соправная династия. Правоохолником пацавал и батька, и родный дядька. Тому, поколь иншие дети гуляли с машинками, Андрей Мухин сочил за беспекой цаточного дорожного руху. С маленького возраста уже это все вижу, я уже к этому привык. И, в принципе, мне по душе такая служба. Когда улыбаешься водителю, то, ну, по крайней мере, большинство улыбается тебе в ответ. Андрей Мухин про свою профессию говорить просто – життёво, необходное. И не верить у так званых добрых и злых полицейских, а верить только усумленных и справедливых. И сам старается к этому отповедать. До речи стародорожские кировцы и пешеходы своего инспектора поважают и правила стараются не порушать. Все мы участники дорожного движения, и все мы заинтересованы в безопасности дорожного движения. Мотосикл – очень опасный вид транспорта, поэтому, наверное, лучше не нарушать. Тем более, сейчас, если честно, очень дорого нарушать правила дорожного движения. Подчас работы у Держаутоинспекции Андрея Мухин утраплялись и не одни законопослухменные грамадяне. Бывали и выпадки, коли под погрозу траплял не только парадок, а и человечеое життя. Могу привести пример водителя-дальнобойщика, который продул алкотест, и показания которого составили 3 промилле. То есть это очень много. В прицепе отсутствовало уже на тот момент одно колесо сзади. Оно было подвязано, прицеп был перекошен. При этом водитель этот превышал скорость. Сам старший лейтенант Мухин кируется со стажем и, наводка лиц дымая працанную форму, про безпеку дорожного руха не забывая. Скажите, а вот вы как водитель дисциплинированный? Я считаю, что да. Учитывая то, что я работаю инспектором дорожного патрульной службы, я обязан быть дисциплинированным. Гонор своей профессии Андрей Мухин обороняет не только на службовом посту, а и на футбольном поле. Гульной мужчина захопляется с малых годов. Спочатку гонял мяч на дворы, а после займался Амаль профессийно. Теперь старшего лейтенанта Мухина лечить одним из лучших футболистов сборной стародорожских правоохолников. Поддерживаем, так сказать, физическую форму. Участвуем в районных соревнованиях по футболу, в зональных между подразделениями. Нравится игра немецкого клуба «Мюнхенская Бавария». Зрешта Андрей Мухин не один италянця род своих коллег. Супрационники ДАИ – постоянные удельники конкурсов с поборництву и мероприемствов. После 80-й юбилей работники ДПС святкуют ярко. В Кретьях Ачервня на Минщине продают святочные концерты, парады и показальные выступления правоохолников. Катерина Сурма, Иван Баравы, Минщина. Посылка с минулого. Удельники дитячого археологичного летника на Стародорожчине зарабили уникальное открытие. Пачас раскопок кургана у побоч звездкой пасека школьники знайшли поботовые речи, яким больше за тысячу годов. Жанучие и мужчинские упрыгоживания, прилады працы, горшки – усе гэты знаходки были зроблены помеж 9 и 11 стагодзями и належали нашим проткам Дрыговичам. Таким чином можно лечить, что старые дороги, які у летописах узгадываются у 16-м стагодзи, узникли значно ранее и были достатково великим поселищем. В этих курганах мы нашли много уникальных вещей, например, византийские бусы, серебряные кольца, которые разделаны из проволоки. Они вообще уникальны в Беларуси их. Просто нет, это единственное кольцо. Вот эта бусинка, она одна из самых крупных бусинок вообще в Беларуси. Горшок – это был такой поминальный атрибут. Читалось, чем богаче человек, тем богаче сюда ложили пищу. Дарычи стародорожский археологичный летник – один и на меньшине. Процу июнь уже 6 год за этот час в раскопках поудельничали некальки сотен человек, як мясовых школьников, так и волонтеров з розных кутков Украины. Усе знаходки молодых археологов доследуются новоколцами. Вельми развитый регион у нас. Вельми развитый. Тут вот были и арабские знаходки. Тут вот были у нас и скандинавы, это вараги, викинги. Я лечу, что лепше выхование, патриотичное, это вот минавито, так и летнее. Репортажи эфирной видеосих программу любой час доступны на сайте ctv.by и на ютюб-канале «Старичного телебачения». Заходьте, глядите и подписывайтесь. На этом у меня все. Доброго вам настроя и до встречи! Субтитры подогнал «Симон»!